Девчонки, привет-привет! Наконец-то я вышла! Всем добрый день! Сегодня суббота и очень много стрит-стайла. Сегодня посмотрим. Народ гудит, шумит. Посмотрим на стрит-стайлы субботних итальянцев. Сегодня, слава богу, чуть-чуть ветерочек. Прохладненько, хорошо так. Хотела сегодня подкрасить корни. Подумала, ночью будет всю ночь дождь. И завтра, может, мы с Мелиссой поедем в формальные воды. Может быть. И смотрите, какой ветер. Видите, как пальма. Так классно. Где-то в 8 часов вечера Должен начаться дождь. Было бы классно. Обожаю летний дождь. А то такая жара. И с четверга опять жара. На выходные будет 33 градуса. О, все так улетает вообще. Я надела свои... Свой комплект манго. Из льна. Цветочек. Но на ноги надела бывшие БУ в употреблении. Сандали чуть-чуть на каблуках Эрмес. Потому что, если вдруг начнется дождь, хотя бы не жалко будет мочить эти сандали. Им, по-моему, 2 или 3 года. Думаю, что 2 года. Такие же белые есть на каблуках. Белые 3 года. Ой, белые быстро изнашиваются. Вот такие на каблуках. Чтобы... Какие называются? Что бы... Когда слишком плоские, я эти... Хотела цветочки показать. Для новых покупателей. Для новых зрителей, подписчиков. Цветочки, цветочки. Лютики, цветочки. Покупатели. Ой, волосы дыбом от ветра. Так, что за цветочки? Такой запах свежести стоит здесь. Так, понюхаем вот это вот, что такое. Похоже на камели, но, наверное, не камели. Они не пахнут. Они просто белые, но никакого запаха. Не знаю, что. Ну, девчонки, я буду идти, а вы смотрите. Что я еще хотела? Написала сегодня одна зрительница, какой краской я пользуюсь. Когда началась пандемия, я перестала ходить в парикмахерскую, чтобы не заразиться. И научилась сама в первый раз в жизни красить волосы краской из парфюмерного магазина L'Oreal Excellence, я думаю. Marone Glace Colore. Краска, цвет Marone Glace 5.15 номер краски. И сегодня просто помыла, вытянула, даже сушить не стала. Летом сушится быстро, само по себе. Конечно, когда не сушишь, не так гладко получается плойка, с плойкой. Получается, как кастрюля на голове. А потом брызнула спраем L'Oreal, который закрывает белые волосы, корни отросших волос. Вот такой комбинезончик. Иду сейчас в сторону центра, посмотрим, что происходит. Какой парень! Вот если сегодня выпадет дождик, завтра будет такой свежайший день. Хоть и без солнца, но всё равно будет классный день, чтобы быть или в терме, или на море. Ну, а на море может быть прохладно завтра. Насколько я поняла, 20 градусов. Ой, посмотрела я такую комедию русскую, российскую. Модный синдикат называется. Это вообще со смеху помрёшь. 17 маленьких серий. 17 по 25 минут, по-моему, или по 20 минут. Красивое платье у девушки, цвет турчанка, арабка. И я прямо за поем за два дня посмотрела. Очень красивая голубая сумочка у девочки, как и в Сен-Лоран. Настоящий в Сен-Лоран или нет, на и в Сен-Лоран есть распродажа летом. Тоже подумываю купить себе одну сумочку такую маленькую. Когда начнутся распродажа, по-моему, в Венеции есть и в Аутлете. А, сейчас должна к сестре зайти. Хорошо, что вспомнила. Так вот, девчонки советую. Модный синдикат, такая красивая девушка, в главную роль играет. Такая секси, но она играет такую девушку без вкуса, бандитскую жену. Но она такая классная, мне так понравилась вообще. Очень красивая, эффектная девушка. Но самое главное, я хохотала от души. Вчера было слишком жарко, чтобы выйти на улицу. Я вчера не вышла. К вечеру вышла, чтобы купить краску, и то не покрасилась. Оказывается, в четверг будет тоже выходной феста, 1 июня. Какой-то тоже или день республики, или какой-то тоже день освобождения, не поняла, короче. И вот как раз будет и это, выходной у меня. Думаю, поеду на море. Ой, опять эти туристы пошли. Туристы такие... Ну вот на самом деле, они как-то все такие безликие бывают. Туристы одинаково одеваются, что ли. Из Турции, по-моему, да? Потому что с платочком. Эльвира! Девушка в зелено-светлом платье. О, боже, что это опять? Надеюсь, мне не сделают девочки припевочки. Ой, опера-лирика остановилась. Что за секси-бомба? Значит... Все-таки как хорошо гулять, когда прохладненько. Такое счастье. Такое здоровье прямо. Я так надеюсь, что ничего не слышно. Лащенце Дель Монда Кевера. О чем это? Вот что-то интересное хотела рассказать. Мне вот как бы писали комментарии. А я забыла, что за шорты-хаки. Вот я бы, наоборот, не надела бы такие шорты. Полу-ботинки ждут меня, когда будет распродажа. Свет мой, зеркальце, скажи. Вот и я. Жасминка-витаминка вся в таком бежево-теплом цвете коричневом. Девчонки, пинка все то же самое висит. Яркая на лето. Фальконеры тоже все то же самое висит. Все такое яркое, блестящее. Босоножки, конечно, очень секси, красивые. Такие красиво сделаны. Но вот эти вот блестки, куда с ними пойдешь? Сделали бы без блесток. С блестками только на вечеринке. До нем не поносишь. А каблух хороший. Три или пять сантиметров. Я все меняю ударение в словах. Как написала одна косноязычная. А вы попробуйте пожить в Италии 23 года. И по-русски поговорить так потом, как я. В смысле, хорошо говорить по-русски. Все остальные, которые живут здесь даже по 10 лет, они уже вообще по-русски не говорят. Они говорят все только на итальянском. Молдаванки, украинки, русские. Даже мои подруги. Я с ними разговариваю по-русски. Они мне все время отвечают на итальянском. Русскоязычные подруги. Вы представляете? Ой, у девчонки розовые. Кроссовки красивые. Немки. Так, посмотрим, что вывесили в этот раз. Все то же самое висит. Ничего не поменяли. Витрины не поменяли. Пинк розовый. Фенди все то же самое. Ничего не изменилось. Белое платье красивое, шелковое. Я надеюсь. Клое все то же самое. Ничего не изменилось. Чао. Ничего не изменилось. И здесь Джованни Бедин. Джованка. И все такие парочками проходят. Но здесь темно. Невозможно увидеть. Ну что ж. Пойду сяду на автобус. И поеду. В, в, в. Так, посмотрим с этой стороны. Валентина все то же самое. Я так жалею, что я не купила маленькую сумку Валентина. За 1600 они были, да? На лето было бы классно. Красная сумка. Контраст к белым вещам. Ой, когда я заберу Мелиссу, по-моему, начнется такой дождь. Боясата бар тусовщиков модных. Так, покажем издалека, как народ тусуется, потому что там музыка. А, уже три часа обед закончился. Смотрите, как деревья колышутся. Уже начнется сейчас дождь, по-моему. Всем доброго и добра. Вы думаете, что бы это значило? Это бездомный или пикник на берегу речки? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!